Что происходит? Господи, благослови наше занятие, пребудь с нами, даруй нам мудрости в понимании слов Твоих. Слава Тебе, Отец и и Святой Дух. Аминь. Дмитрий Андреевич позвонил, говорил, пропить много лет о Людмиле Степановне. Дмитрий Андреевич, 23-го день рождения, 23-го марта. Он ошибся. Сергей заболел, никого нету. Девочки, все, молча. Ни одного слова, чтобы не было слышно. Молча, про себя. Второе послание к Иссалоникийцам, 2-я глава, 6-го стиха. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ну, прочитайте выражение. Слово что означает? Существительное или местоимение какое-то? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Именно, что это существительное. А вы как будто предлог считаете. И смысл теряется сразу. Седьмой стих еще прочитаем. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Толкование. То, что не допускает, означает препятствие. То, что мешает. Что же это такое? Одни утверждают, что это благодать Святого Духа. Другие, римское государство. С последними согласен и святой Иоанн Златоуст. Ибо пока оно не разрушится, антихрист не будет иметь возможности делать, что ему угодно. Поэтому Павел и сказал прикровенно. Он не хотел навлечь на себя напрасной вражды и бесполезной опасности. Ибо если бы он сказал, что в непродолжительном времени разрушится римское государство, то его немедленно стерли бы с лица земли. Ибо если бы он сказал, что в непродолжительном времени разрушится римское государство, то его немедленно стерли бы с лица земли, как возмутителя, а вместе с ним и всех верующих, которые обрадовались бы разрушению такого государства. Что апостол говорит не о благодати Святого Духа, это ясно. Во-первых, он не сказал бы тогда прикровенно, но сказал бы определенно, потому что и ныне удерживает антихриста благодать Святого Духа. То есть благодатные дары. Затем, если бы антихрист должен был явиться тогда, когда оскудеют чрезвычайные дарования, то он уже явился бы, потому что они давно оскудели. Заметь, не сказал также и того, что это скоро будет, но говорит, открыться ему в свое время. Опять время оставил неизвестным. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Вот мы прочитали на этот стих толкования. Игнатий Ильич, вас можно спросить? Меня спрашивают. Вопрос просто сложный, поэтому лучше вас сразу. Я только хочу вопрос поставить. Павел, почему не открылся? Тут, говорит, боялся, что если римское государство сотрут света земли. Я сижу в камере и пишу стихотворение. Оно маленько раньше было написано, но оно попадает в руки политотдела. Я говорю, в воскресенье Христово неизвергло Рим, запятая, пойдет КПСС в аккордах радуги Иудина колена. Христос воскрес, воистину воскрес. Меня сразу же вызвали. Это вы кому говорите, пойдет КПСС? Вы думаете, что говорите-то? Мы вас тут сгноим, вы никогда не выйдете. Но больше ничего не сделали. Я говорю, так это в Библии написано. А начальник был, кажется, Брашников, фамилия, полковник. Он так написано. Или подполковник даже. Ну, наверное, так и будет. Вот и все. Павел, я думаю, никогда бы не стал скрывать. А теперь пошло, что удерживающий теперь это царь Николай II. Царь-искупитель. И дальше таких заблуждений сколько было. Павел что, это не мог предвидеть? Почему он прямо-то не сказал? И сказал, да коли не будет взят от среды удерживающий теперь Дух Святой. Два слова-то. За Духа Святого Йогу не арестовали. Почему? У меня вопрос есть. Почему? Здесь, если бы это был не апостол Павел, я бы подумал. Это для того, чтобы смуту создать. Один так толкует, другой так. Ну, можно же было прямо-то сказать. Второе. Чтобы мы здесь раскинули мозгами, посмотрели в мир, что удержит ему открытие. Почему сказали Римское государство-то? Что оно было против Антихриста, когда оно само уже Антихристово государство было? Так считали его тогдашние люди. Это Нерона видели так. И все, что говорится об Антихристе, это приписывалось Нерону. И Нерон Кесарь, два слова, расширшовывалось по бухам 666. Ну, почему? Вот эти вопросы, когда мы научимся задавать самому себе хотя бы. Ну, тогда картина откроется. Я считаю, этот говорит Рим, римская власть, а эти говорят Дух Святой. Я не стал опровергать, а стал сводить эти два места. И у меня получилось следующее. Удерживать теперь Дух Святой, который действует в руководителях Римского государства. А что, как действуют? Законы. Сегодня американские законы, советские, российские. Главное, это везде одинаковое. Это частная собственность. Почитайте родителей. Ну, и все остальное. Это дают пенсии, воспитание, материнский капитал. Это делают и во Франции, и в Америке, и в Советском Союзе, и везде. То есть вот эта сила Духа Святого, которая действовала через правителей, мешает царицу Антихристу. При Антихрисе ничего этого не будет. Там абсолютный, полный диктат, и всеобщее везде знание у него будет. За каждым человеком со движением. Не надо будет под окнами этим топтунам из КГБ стоять. Не надо будет гестапо пытать людей. Вот эта удерживающая есть сила Духа Святого, действующая в правителях Рима, в правителях Советского Союза, в фашистской Германии. Не надо думать, что в фашистской Германии там было все плохо. Там было не в сто раз хуже советского, а во много лучше. Какие бесплатные путевки давали. Гитлер пришел законным образом. За него голосовали один раз, набрал 13 голосов. Сначала три процента, потом больше, больше, больше. Это законный путь? Да. Голосование законным. Ну, законный. Народ его избрал. Там документы не подделывали, как сейчас там эти голосовали. Там строжайше смотрели люди, от каждой партии считали, пересчитывали. И, наконец, он приходит к власти. И советские, как бы они ни отрицательно не относились к Кадольфу и Гитлеру, а все говорят, пришел законные власти. А в России законные пришли. Свергли, расстреляли царя, княжон расстреляли, царевича расстреляли. Подряд уничтожают своих родных. Кто? Дворянство. Полностью все. И даже вот он поступает учиться где-то. И у него, Исаковский, допустим, и там говорит, у него там родство было там дворянское. Так я это скрыл. А кто это говорит? Маринеску. Самый главный подводник Советского Союза. Он за один только выход потопил примерно 8 тысяч человек. Тысяч. Там учили, учили на подводный флот, и все погрузили на корабль там, без став. И он потопил. И когда он учился, отличник, везде, на подводниках. И в это время узнали, что он не Маринеску, не Маринеско, а Маринеску. То есть он бежал когда-то, и где-то там переделал, с Акураинкой познакомился, женился на ней. Теперь он все, партийный, все как надо. Но ему нашли, что у него отец был дворянин. Сразу его убрали оттуда. Сразу все. Выгнали из училища. Но за него все восстали. Отличник. Только за то, что у него дворянин. Это все учитывалось. Гитлер всех дворян, князей при всех званиях оставил. Никого, ни одного. Здесь под корень всех. Верующий в церковь истребитель не истреблял их. У него евреи и цыгане. И светили и иговы там еще приступились. Кого уничтожал? Своих нигде не уничтожал. Противники, понятно, там коммунистическая партия. Но здесь-то против не были. Кто священники были-то? Они на колокольне с пулеметами сидели. Где это видно было? Но и там вот это сдерживающее начало было. Римской власти. Все конституции мира в Англии и везде на римском праве. Называется римское право. Никто мне это не толковал. Я просто дома стал думать, как это. Одни понимают, слепее отцы так, как они могли разойтись. Я стал смотреть, а чем им Рим нравился? Законом. А ты скажешь, а какой там закон? Ну, открой первую книгу Маковейскую, восьмую главу прочитай. Давайте хоть раз прочитаем. Да. Потому что об этом речь идет. Дайте полную Библию с не каноническими. Я об этом не знаю. Посмотрите, что там удерживает. Ответ искать надо здесь. Притом это в Библии. Библия с не каноническими книгами. Ну у нас теперь видишь, что заложили и не найдешь. Вот сейчас может найдем. Вот сейчас смотрите. Вот надо смотреть. Первая Маковейская, восьмая главная. Проверите еще. Я говорю, что забыл даже про крест. Память ослабевать стала. Ну, еще нашел? Так, первая книга Маковейская, восьмая глава. Можете я ошибаюсь? Нет. Восьмая, восьмая. Так. Я думаю, что это надо будет и знать. Потому что Израиль склонился к этому закону. Ну-ка посмотри. Восьмая глава. О чем там речь идет? Начало главы. Иуда услышал о славе римлян, что они могущественны и сильны и благосклонно принимают всех обращающихся к ним. Вот. Они не как советские. Помогите нам перемышлять. Тут надо перехоп захватить. И кто там? Батька Махно согласился. Они, когда захватили советских, взглянули. И вот уже ночь всех их арестовали и расстреляли. Своих союзников. До такой подлости мир даже не знал. Не слыхано было. Что-то демоны были. Коммунисты это, кажется, щерки из преисподней. И даже какой фашизм? Даже фашизм это делал. Фашизм всех гладил. Маленько там и русских принял, и Гласова. Здесь нет. Оттуда перебегали, которые перебегали. Интернационал. И все гнобили и гнобили здесь. Она прилетела сюда. Советская власть хорошая дворянка. Гнежна. Ее сразу в тюрьму. Она сидит в Сене Иванове Ямщиковой. Она рассказывает, какие они хорошие эти люди. Она там Белошвейка. Все умерли до одной. Они приехали, советскую власть полюбили. Тут сразу всех арестовали. Интернационалов, соответственно, уничтожили. Более подлой власти не было на земле. Только антихрист еще. И что он делает? Смотри, римская власть такая хорошая. И кто к ним приходил? Громче только. И кто не приходил к ним, со всеми заключали они дружбу. Дружбу, притом ни одному человеку не изменили никогда. Это евреи услышали про Рим. Дальше. А что они могущественны и сильны, рассказывали ему о воинах их, о мужественных подвигах, которые они показали над галатами. Как они покорили их и сделали данниками. Также о том, что сделали они в стране испанской, чтобы овладеть находящимися там серебряными и золотыми рудниками. И своим благоразумием и твердостью овладели... Благоразумием и твердостью овладели, не подлостью. И своим благоразумием и твердостью овладели всем краем, хотя тот край весьма далеко отстоял от них. Колониями сделали. Равно о царях, которые приходили против них от конца земли, и они сокрушили их и поразили великим поражением, а прочие платят им каждогодную дань. Они также сокрушили на войне и покорили себе Филиппа и Персея, царя Китийского и других восставших против них, и Антиоха, великого царя Азии, который вышел против них на войну со 120 слонами и эстонницей, и колесницами, и весьма многочисленным войском, и был разбит ими. Они взяли его живого и заставили платить им великую дань, как его, так и следующих после него царей. Дать заложников и допустить раздел, а страну индийскую, Элидию, Элидию и другие из лучших областей его, взявшие от него, отдали царю Евмению. Завоевали, отдали другому царю, который им платит. Тут перечисляется. Считай, считай, это немного. И о том, как Элины вознамерились прийти истребить их, но это намерение сделалось им известным, и они послали против них одного военачальника, и воевали против них. И много из них пало пораженных, и взяли в плен жен их и детей их, и разграбили их, и овладели их землей, и разорили крепости их, и поработили их до сего дня. То есть на них нападать, которые сами делают, это вообще... И другие царства и острова, которые когда-либо восставали против них, они разорили и поработили. А с друзьями своими и с доверявшимися им, они сохраняли дружбу. Понимаете, ни одному нигде не изменили. Дружбу сохраняли. Это что, это от Духа Божия или от Сатаны? Кто удерживает? Римское право. Почему сегодня никто не доказывает это? Я молился, мне вот это открыто было. Слушай. И обладели царствами ближними и дальними, и все, слышавшие имя их, боялись их. Если захотят кому помочь и кого воцарить, те царствуют, и кого хотят сменяют, и они весьма возвысились. Но при всем том, никто из них не возлагал на себя венца и не облекался в парфиру, чтобы увеличаться ею. Они составили у себя совет, и постоянно каждый день 320 человек совещаются обо всем, что относится до народа и благоустроения его. И каждый год одному человеку вверяют они начальство над собою. Не, не, никто не избирает их, а именно из совета. И господство над всею землею их. И все слушают одного, и не бывает ни зависти, ни ревности между ними. Вот так, никакой там Навальный, никакой Зюганов, никто не бунтует. А почему? В совет попади, а дальше за тебя будут голосовать. А то президент-то вообще общим голосованием. Да как его? Знать не знаешь его. А те-то рядом видят, знают. И год прошел, следующий, а он знает, что через год уходить и воровать. А что воровать-то, когда следят тут? Какая власть была? Удерживающая теперь. Дальше. Тут уже сами уделят. Тогда избрал Иуда Евполема, сына Иоаннова, сына Акосова, Иосона, сына Илиазарова. И послал их в Рим, чтобы заключить с ними дружбу и союз. Спасибо. Израиль, богоизбранный народ, решили с ними сами заключить союз. Такого справедливого огня найдешь еще порядка. Конституция такая. Чтобы они сняли с них Иго, ибо они видят, что Эллинское царство хочет поработить Израиля. Видишь как? Итак, они отправились в Рим, хотя путь был очень долгий, вошли в собрание совета и приступивши сказали. Иуда, Маковея, братья его и весь народ иудейский послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и мир. И чтобы вы вписали нас в число соратников и друзей ваших. Записали, чтобы нас к друзьям. И угодно было это слово пред ними. И вот список того послания, которое написали они в ответ на медных досках и послали в Иерусалим, Чтоб оно служило для них там памятником мира и союза. Благо да будет римлянам и народу иудейскому на море и на суше навеки. То есть это какой договор, как полное его содержание. И меч, и враг да будут далеко от них. Но если же настанет война прежде у римлян или у всех союзников их во всем владении, то народ иудейский должен оказать им всем сердцем помощь в войне, как потребует того время. И воюющим они не будут ни давать, ни доставлять ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей. Ибо так угодно римлянам. Вот какая справедливость-то. Они должны исполнять обязанность свою, ничего не получая. Точно так же, если прежде случится война у народа иудейского, римляне от души будут помогать им в войне, как потребует этого время. Потребует того время. И помогающим в войне не будут давать ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей. Так угодно риму. Они должны исполнять свои обязанности и без обмана. В конце, и без обмана. Но все они так разве напишут где-то? Только Риббентроп заключили с молотом союз и тут же в один день. Япония-то почему не воевала? Договор был заключен Советским Союзом не воевать. Япония воздержалась. А Советский Союз уже дал заранее обещание Черчиллю, Розельту, как только мы войну закончим, через три месяца, тут маленько нам надо порядок навести, и через три месяца, ровно через три месяца, 6 августа, мы войдем туда, в эту страну. И так и сделали. И сразу кинули туда миллиона полтора. Ну и пошло крушить. А японскому послу сказали, он даже не успел домой сообщить. Они сделали. Когда он сообщал, в это время войска уже пошли. Дальше. На таких условиях заключили римный не союз с народом иудейским. Если же после сих условий те и другие вздумают что-нибудь прибавить или убавить, пусть сделают это по их общему произволению. Общему? Я один. Меня сейчас заключили договор, а сам меня это отдельно. Как ты можешь делать-то, когда мы двое заключали союз? Одностороннем порядке договор не может быть изменен. И они это включили в это, ну об этом только мечтать можно. Ну мечтать думать хорошо надо. Вот оно что удерживало. И пока вот такая справедливость у людей, антихристу шиш каждый покажет. Да пошел ты с тобой разговаривать. Вот ваз какая-то. Мы с ним и римляне никому не давали по-другому, чтобы все конституции справедливые были. Евреи с какую дать проделали путь, им понравилось. Нигде против закона Божий не восстает. Они придут к нам на помощь, а мы им войска дадим. В общем, мир-то на земле под одной властью был. И то, что они прибавят или убавят, будет иметь силу. Будет иметь силу. А о том зле, какое делает иудеям царь Димитрий, мы написали ему так. Враги, которые против Израиля, они пожалуют. А Рим сразу написал письмо им, смотрите. Для чего ты наложил тяжкое твое игра на друзей наших и союзников? А уже ссылаются на друзей и союзников, в один день еще не были. А уже их друзья им именуют. Как они пошли домой, как пришли. О, как нас приняли. Бумага, смотрите, какая-то. Да на Римы кто нападет, а нам никогда не придется к ним помогать. А на нас и нападают. А они у нас будут воевать теперь за нас. Как греки сегодня. Русские придут, Стамбул завоюет. А греки воевать не будут. А мы в Софии будем тогда литургию править. Да с интернет заполнили. Ну такие же вот хитрые были торгаши греки. Если они еще обратятся к нам, жалобуя на тебя, то мы окажем им справедливость и будем воевать против тебя на море. Заранее сказали, вот, попробуй троним наши друзья Израиля. Вот союз. Узнали про врагов. А кто вам угрожает? Да, угрожает. Там Дмитрий такой, так, секретарь, пиши скорее письмо. Отнесите им. Не Израиль понесет с Римом. С нами будете иметь дело. Все закончилось. И вот он, я тогда понял, удерживающий, это дух святой, который работает в людях, в государственном строе, в Конституции. А вот где они нарушают все это? Геи, парады. Это против Библии, Гитлер. Гомосексуалистов сразу казнил всех. И Сталин их гонял. Ну, значит, какая Сталин-то? Не просто один был детство какой-то. И тоже старались как-то помогать там, и многосемейным там. Ну, было что-то маленько-то как-то. Цены там каждый год уменьшали на копейку. Можно и знать, Тиханайч. Какой это год вообще? Какой год? Время, какой период? Маковейский. Тут же написано Маковейский. Маковейский. 66-й год до новой эры. 136-й до новой эры. Ну, все. Спасибо, Христа. Ну, слава Иисусу. Дальше. У меня вопрос. Если римское право было такое хорошее государство, почему Израиль хотел из-под его гнета уйти? Что хотел Израиль? Ну, уйти из-под гнета Рима. Почему они ждали спасителя, который спасет их от Рима? А кто хотел-то? Ну, ты видела Иуда Бен Гур? Да. Кто хотел-то? Месала говорит, ты нам выдай, он говорит, ну, я, говорит, говорила, все, воевать с вами никто не будет. Там сикарии были. Сикарии, это кинжатчики. Симон Зилот, у которого свадьба была, Христос, на браке Канны и Галейской, это один из апостолов был. Это тайны шахиды были. Подрывники. А теперь-то он стал другим. Кто хотел выйти из-под него? Те, которые не верили в Писание. Христос нигде не говорил сбросить римское владычество. Богородица осталась под этим. И он сам, его понесли или повезли в перепись войти. Мы нигде этого не видим. Это поднимали смутьяно. И это примерно, я сейчас могу маленько не точно сказать, но в эти же самые годы, которые сказал 136, проверить надо будет потом. Там поднял восстание, это было где-то в 69-м году, провозглашенное имя как мессия Бар-Кохба. И у него был предтеча Раби-Акиби. И они подняли восстание, чтобы сверживать. И убили весь гарнизон, который там у Пилата был. Ну, там другой уже был в это время. Ну, и возгорделись теперь дальше. Ну, Рим-то, когда узнал, он двинулся. Пришел Веспасиан, император-то. Ну, и все, в осаду, те заперлись где-то. Но он заболел и умер. Но руководство принял ТИТ. И в 71-м году пал, Иерусалим пал. И они стояли на холме и смотрели, как воздымается до облаков пламя. Рассказывают, когда окружили этот храм, у них это храм, последнее прибежище, они не под каким видом, а там кедровыми досками, все было уложено. И в это время, говорит, один из воинов наклонился, другой прыгает на него на спину, ну, как вот спецназ учится где-то. И факел бросил туда. Они, говорит, буквально кровью тушили, все. Но уже ничего нельзя было остановить. Храм пылал, горел. И все, полное, абсолютное уничтожение. Говорят так, согласно статистике. Вот, ну, Ленинград-то огромный город был. Там погибло больше миллиона. И у евреев погибло миллион сто тысяч. Миллион сто тысяч. Так это процентов пятнадцать населения. Потому что стекался весь народ, есть нечего было. И свои банды рыскали. Забегают полумертвые, делать нечего. Ну, забегают, и тут дети еще живые. Чем они питаются? Отдать деньги, не берет первого ребенка, ножом второго зарежу давай. Банды гуляли, убивали всех. И поэтому Господь уже смотреть не мог. И они эти трупы только выбрасывали, выбрасывали за стены. И, наконец, штурм. И окончание. Семьдесят первый год. Это Иосиф Плавий, их историк. Он все это написал в хронографе своем. Как там, иудейские войны или как-то. У меня знания там визерные, поэтому проверять надо даты. Но смысл тот. Именно люди, как воевали, и как все это точно уже. Потому что за точность обручать ничего нельзя. Это Иосиф Плавий написал. А считаю, у Тацито там по-другому написано. Считаю, там и Плиния младшего, там еще по-другому. У меня в голове вот так вот, я не знаю, кому верить-то. Но больше предпочтение дается Иосифу Плавию. А он-то перебежчик к кримлянам пришел. Он плохо о них не напишет. Он на их, как власов, перешел. Понял? Вот что. Если кто-то думает другой, то ему можно задавать вопросы. А царь? Царь неудерживающий, дух святой удерживающий. Смотри, сколько было бы войн в круге. Турки давно бы покорили. У Сталина-то была какая власть? Только удерживали? Боялись его? А тут, видишь, как они идут теперь, эти мусульмане-то. А у Сталина было бы ИГИЛ. Да в течение одного месяца-то бы все. Пух и прах растер. Я не к тому говорю, но просто знаю, как они поступали. Или Гитлер там. Там живого места бы не оставили. Как они там разные. Гамбурги все это стирали. 500-600 тысяч самолетов в один день. Загружается, снова летят бомбовозы. Дрездену нечего превратили. Я только напомню, что этот, который мы смотрели, Чингисхан. Тоже, которого большая империя была. Но он же тоже там мудро поступал. Помните фильм-то такой много серий? Я не понял. Про кого говоришь? Чингисхан. А, ну да. Вот тоже мудро. Чингисхан. Чингисхан. Ну ладно, все, мы поняли, где. Первая Вакавейская, восьмая глава. Вот ответ где. Я еще ни от кого ни разу не слышал, что делали ссылку на эту главу. Почему нет? А вот везде там патриоты русские, удерживающие теперь этот царь. Ну же из Романовой породы кого-то восстанавливают. Какая Романова? Они женились на иностранках. В царевиче Алексея русской крови было 1,75% всего. Русский царь. Ну какой же он русский? Русский был когда? Ну когда восстарился первый. Царь Михаил. А Михаил теперь Алексей первый. У кого они восстали? Царя Михаила. Это 100% русский был. Алексей, а у Петра уже немка была, Екатерина. Ну пошли. Вторая глава, 7 стих. Итак, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Так называет апостол Нерона, который был правообразом Антихриста. Он был также человек беззаконный и хотел, чтобы его называли Богом. Хорошо сказал он, тайно. Ибо говорит, Нерон не так явно и бесстыдно восставал против всякого Бога, как тот восстанет. То, что говорит апостол, имеет такой смысл. Прежде чем настанет время Антихриста, нашелся другой человек, немногим уступающий ему. Что же удивительного, если уже есть Антихрист? Прекровенно апостол сказал о Нероне не из рабского страха, но чтобы и нас научить не навлекать на себя излишней ненависти, когда ничего к этому не принуждает. То есть, когда будет взято от среды римское государство, тогда он придет. Потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится Антихристу. Когда же оно будет разрушено, тогда во дворице безначалия, и он будет стремиться похитить человеческую и божескую власть. Подобно тому, как прежде этого государства разрушены были царства, именно Мидийское вавилонянами, Вавилонское персами, персидское македонянами, македонское римлянами, так это последнее разрушено будет Антихристом. И это с большей ясностью передает нам Даниил. Будем читать? Даниил 2 глава 37 стих. Просто остановитесь на этом, смотрите. Римская, а за ним Антихрист. Да Карим-то когда пал? Сюда. Там Аларих, там, и на него какие-то они в последнее время-то не шли, и наконец он был разрушен. Это в 420 году умер Иероним Средонский. Так это при нем было еще, начало 5 века. А сегодня-то идет уже 21 век. А толкование-то было в 11 веке написано? То есть вот он пишет, это в 11 веке, когда Рим уже разрушен был? Конечно. Так а вот он описывает, как? Как он писал? А потому что они знали, ни на один город не было такой претензии, чтобы по наследству город передавался. Все понимали, пал Вавилон, великая блудница. Вавилон это Рим. И вдруг Рим оказался не один, а второй Рим возникает, Константинополь, который называется Новый Рим. Слышал? Стамбул где? И когда этот Рим падает, второй Рим падает, это в 1453 году, кажется, вот так. И тогда, это дата такая, ну там, к турке завоевали, мусульмане. И тогда на эту претензию на Третий Рим Москва, Епифаний Славинецкий пишет, и Третий Рим Москва, а Четвертому не бытие. И получается, Рим не пал, Москва стоит. А мы хотим или не хотим, Москва играет здесь главенствующую роль. Почему? Какие только не были завоеватели, и они, доходя до Москвы, даже побеждали, как Чингисхан. Но именно здесь ему Мамаю наносится удар, это потомки его. Наполеон захватывает Россию, всю Европу, и тут и заглохло. Гитлер всю Европу покорил и Скандинавию. Тут доходит, опять закончилось. Москва удерживающая теперь через благодать Божию. Не сама Москва, а Дух Святой. Почему? Это Третий Рим, а он не может пасть. А сейчас окружили разными, 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 там, и в Латвии, там, в Литве, в Эстонии, везде эти стоят американские ракеты. А почему не начинают войну? Знают, что в ответ могут такое дать, что пол Америки, говорит, зальет. Вот, слезами и водой. Пока она стоит, Москва, стоит. То есть, благодать Божия, монастыри, храмы Божии, верующие православные люди. Вот удерживающие, там, где привлекается Дух Святой. Где Третий Рим, он не пал. А почему он не отвергал, что Рим-то пал? Он об этом не говорит. Почему? А только спустя еще четыре столетия, только пойдет второй Константинополь, а он в нем как раз и служил. Его потом отправили в Болгарию. Можно? Ну, здесь вопрос-то, может быть, не в самом городе, там, Москва или, там, другой город. А речь идет, наверное, о римском праве. Ну, да, но в каком городе-то? Ну, а в каком городе? Вот сейчас американцы, например, могут сказать, у нас Вашингтон, Третий Рим, или там, Нью-Йорк, Третий Рим. Почему не говорят? Мы, русские, могут сказать, Москва. Почему не говорят? Вот я, ну, так смотришь, там, в интернете, там, переводику какую-то. Почему слышишь, что сравнивают как раз Америку с Римской империей? Никакой. Ну, я говорю, не с Римской империей, а с Вавиломом. Третий Рим. Почему никто не претендует? А надо, чтобы сошлось. Когда на нас напали здесь, я говорю, скажите, евреи знали, что Христос придет? Ну, да, Мессия обещан. А почему не приняли? Пришел к своим, и свои не приняли. А почему не приняли-то? В семинаре учиться не может отметить. Да потому что были тогда учителя, написано, иерусалимские учителя приходили ко Христу его засыплять пытались. Были парисеи, законники, и они учили, Христос такой будет. Когда пришел, он совершенно не сходится. Фотографий-то не было. Он обязательно должен быть на коне. Он обязательно должен сверкнуть ненавистное римское там владычество. А этот ничего не говорит. Павел говорит, дань, дань, налог, налог платите. Христос нигде против римских воинов не воевал, а наоборот. Даже наоборот. Почему? И когда мы все эти точки расставим, то мы увидим. Учили абсолютно неправильно, как сегодня учат. Пришел своим, свои не приняли. А почему? Тогда фотографий не было, описание. Он должен быть вот такой-то. Вот считаешь, когда Иуде и Бен Гур, они разочаровались. Почему? Ждали. Вот сейчас, вот царицы. Они все время восстанавливать царство Израилева. Какое? То есть освободишь нас от римлян. А об этом речи даже Христос и не вел. Они справа, слева министрами сядут. Ну, царство небесное, какое право-лево, нет? Они не понимали вообще ничего, эти апостолы. До Духа Святого. Не понимали. Христос воскрес, и говорит, и упрекал их за неверие. Упрекал. И когда в Имаус шли, и он стал им доказывать, согласно закона, пророков и псалтыри, псалмов, они глазами хлопают и еще не поймут. И наконец за столом узнали, как он хреб ломал. То есть какое-то особое, может, движение, пальцы сверху, лепешки там положил или как-то. И он понял, что они его узнали, и сразу исчез. Они не знали. Они готовились только к свержению римской власти. А как раз этого и делать не надо было. Они сверху идут, конечно. А дальше уже Адриан. Они еще раз повторили там, уже во втором веке, восстание. Еще один раз было. И тогда распахали его, чтобы даже камня не осталось. И только за большие деньги с дальних холмов разрешалось приходить там по путевке. Ну, шенгенскую визу открывали ему. И он оттуда смотрел, тогда на Иерусалим плакал, уезжал. Стены не было. Атмосфера была. Они плакали на облака. Это 1947 год. Вот там герцель теперь. И Сталин помогает образовать. Гитлер помогает образовать. Ну, Голден Мейер-то кто была? Из Советского Союза приехала премьер-министром. Приняла. А почему не может быть Вашингтон? Вашингтон только грабит. Америка только грабит. Вы где-то видели, чтобы... А у России все питаются от нее. Самая богатая в мире страна. Шестая часть суши. Все. Золото. Лес. Куда идет все? Им. И как они посыпят голую пеплом. Город великий, который обогащал всех. Надо, чтобы сошлось от Вашингтона. Кто обогатился? Покажи. Куда Америка не приходила, она только грабит. К колонии. А в России, кого бы не нашла. Алжир этот кормит. Кубу завалили. Ну, всем. И теперь они будут плакать. Кроме того, Вавилон, говорит, на семи холмах. На семи горах. Семь голов, суть семь гор. А где Москва, семи холмовая, Глинка пишет. Тут толковать еще не надо. И самое главное, у ней вино мерзости и тайна написанная. Тайна. Ну, тайна что, секрет. И заметь, ни в одном мире не было. Там, в Великобритании, там, короли, цари, шахи. А здесь секретарь. Секретарь. Генеральный секретарь. У ней везде было написано. Маленькая, тут какая-то, пять человек работает, обязательно секретарь. И везде все тайно, тайно, тайно. У ней секрет тайно написано. Везде. Оно открыто, это все было сказано. Как это можно было не видеть-то? Но это не все. У ней чаша мерзости, которая напоила все народы. У Америки чаши никакой нет. Она в чашу только золото гребет себе. А здесь чаша мерзости. Какое? Коммунистическое учение. Зараза эта. Отравила весь мир. Это интернационал третье. Вот оно что. Марксизм, ленинизм. Учение. Там учения-то никакого не было. Такое, чтобы поясняли все. Все от обезьяны. Ну и обезьянничали 72 года. Виткар-то не учил. Он знал, что арийская раса там больше других. И какие-то боги. Но боги все-таки. А у русских никак. Из тараканов все произошло. Вот эта чаша мерзости напоила. И ни за что не отвечать. Потому что неверующие. А у того не так было. АННР потом как называет эта организация. Все новую расу выводили. А здесь нет. Все пигмеи собрались. Вот теперь и считай. Но не совершится до тех пор. Пока не будет взят от среды удерживающий тепло. Москва только погибнет. Говорит, а тихо и посовится. Вот так мы можем вполне понимать. Так что молиться надо за Путина. За Москву. И чтобы бог сохранил Россию. Вывод такой. И чем дольше будет, больше людей покаяться. Под выражением удерживающий. Некоторые понимали идолослужение. Когда говорят прекратится удерживающее заблуждение. Уничтожится идолослужение. Тогда и явится Антихрист. Как некогда сказал Господь. Проповедано будет сие Евангелие Царствия. Во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Матфея 24,14. Другие словом удерживающий называют определение Божие. Когда говорят исполнится Божие определение, удерживающее ныне пришествие Антихриста и настанет определенное ему время, тогда он и откроется. А некоторые, как сказано уже, утверждали, что Дух Святой удерживает Антихриста. Когда он, Дух Святой, вследствие людских беззаконий взять будет от среды, удалится, тогда беззаконник будет иметь свободное место, чтобы обнаружить себя. И во власть свою, говорит апостол, он получил тайну беззакония. И во власть свою, говорит апостол, он получил тайну беззакония. Ибо и ереси начальники Симон и Николай делали дело Антихриста. Делали дела Антихриста. И все последователи их, Маркион и Монтан, который назвал себя даже утешителем, и Манес и другие. Но ты следуй толкованию святого Иоанна как более истинному. 100 долларов, одна книжка, вот эта вот, одна книга, книг. Я сейчас посмотрел, и тут по-английски написано. Я подумал, не моя ли Библия, которую я привез, да там же Джетсон... Смотрюсь, плохо вижу, тут еще написано. А когда посмотрел дальше, перепечатано уже в Москве Ордена Красного Знамени. Но впереди показали, откуда взято. Мне эта Библия близка. У них книги ценятся. Восьмой стих. И тогда откроется Беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Толкование. Тотчас же и утешает. Господь убьет его. И подобно тому, как огонь еще до появления своего издали приводит в оцепенение, уничтожает мало животных, так и Христос одним повелением или дуновением, исполненным, святаго духа, умертвит его, и одним пришествием своим истребит, то есть совершенно уничтожит его. Ибо явившись только он положит конец обольщению. Вопросы есть? Ну, он же не сразу убьет, то вот будет время три с половиной воцарения, три с половиной его правления. Он же не сразу, Христос придет, как только Антихрист откроется. Которого Господь Иисус Христос убьет духом уст своих истребит явлением пришествия своего, во время пришествия своего. Когда во время пришествия, когда он закон, ну он же не сможет сказать, я не могу ничего сделать, когда он откажется уже что-то исправить. Люди будут требовать, и он, я не справляюсь, и тогда придет Христос. Тогда придет. То есть он придет, он говорит, вот написано. В конце всего времени придет Христос, как мы веруем. В конце всего времени, ну пока-то будет править же он. Ну пока. До прихода. До прихода, да. Когда воцарится, будет править. Три с половиной года. А потом придет Господь, как мы веруем. А тайна воцарения еще три с половиной года? Тайна? Да. Тайна уже в действии со времен апостола Павла. Нет, вот ему... И тайна беззакония уже в действии. Нет, а то это время, то это... А то вот когда, для того, чтобы ему воцариться, ему нужно же время для подготовки вот этой, ну как бы, воцарения. Ну это мы сейчас вот спросите у Игнатина, подготовка. Подготовка? Ты знаешь где? Крась стола. Ну подержи. И Христос воскрес. Вот там, где у тебя красят. Вот. Здесь Христос воскрес из мертвых и сковал сатану. Откуда известно? Евреям 2.14. Вот там, держи. И как дети причастны плоти и крови, дети, то есть мы, то и Он, Христос воспринял Он и родившись, Он невидимый Бог был, через Деву Марию. А с какой целью? Никакого оружия, ничего. Явлением своим. Истребить духом. Об этом написано в 3-й книге Ездеры. И он говорит, когда дышит, то у него пламя огненное, как лазер сегодня сказали бы. Пламя бьет из уст его, обоюдо острый меч. И вот здесь вот, в это время, тяжкое время, но ради избранных оно сократится 3,5 года, там в другом месте написано 42 месяца, по 12, 36 плюс 6, 42. И дальше, времени, времен и полвремени. Времени это год, времен, в обложении 73, полвремени 3,5, то есть разными названиями 1260 дней. И вот в это время здесь будут ходить Иноха и Илья. И он их там и убьет в Иерусалиме. И трупы, трупы, не мощь, а трупы, бросит на улицах Иерусалима, который духовно называется Египет. Дальше перечисляют как? Иерусалим за свои дела называется как? Египет, там кажется, Вавилон, что, зачем называется еще? Вот, и тогда Господь, вот эти, ради избранных, которые здесь верующие будут на земле, никакого восхищения не будет здесь тысячу лет назад. А оно восхищение будет. Он пришел, всеобщее воскресение, одновременно воскресают верующие вниз, это идут туда. Но, как Христос придет, он приходит, явление его, он антихноса убивает, бросает преисподнюю. И здесь воскрешают. И вот здесь вот река огненная, перед престолом течет. И всем надо через нее пройти будет. Это седьмая глава, там, двенадцатая, хорошо описано у Даниила. И в это время верующий, который выйдет оттуда, как солнце будет сиять, и восхищен встретенью Господа. Это мгновенно все делается. Не надо думать, он там по реку, по реке банует. А, ну, у каждого будет как бы вверху написано, Ефрем Хирин пишет, кто? Подвижник, постник, молитвенник, там, плачливый называется, Феофил один был, там, милостивый, странноприимец. То есть, главное твое качество будет написано. Грешник выйдет, как головня черная. И написано будет, убийца там, может быть, ни одно имя будет. И Бог даст новое имя, которого никто не знает. Какое? Ну, мы и знаем имена, там, милостивый, странноприимец. Но что-то там миротворец. Но там будет что-то, кроткий, смиренный, ну, кто-то с чем-то, главное качество. А ты думаешь, тебе какое будет имя дано? Если бы на той стороне оказаться, да пусть бы и без имени, ворога Божия только быть. Какое мне? У Бога это все будет по-другому. И как он думает, что он там не будет, а он там. Это написано в Премудрости Соломона, 2-я, 5-я главы. И они говорят, удивятся спасение, это тот, который был по смеянию, кому мы больше выливали за шиворот. Смеялись над ним, как он сопричься к Сынам Божьим. А мы, и так, мы заблудились, и свет не осиял нас. Это они сами говорят уже заранее. Премудрость Соломона, отвергнутая сектантами книга, они боятся этих книг. Вторая книга. Они не случайно их отвергают. Там приговор с сектантом. Они как огня боятся этого. И вот теперь мы смотримся туда и видим. Где? Заметь. И воскрешу его, Господь говорит. Кто? Кто будет веровать в меня, я воскрешу его в последний день. 12.48 Евангелия Теана. Я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить его в последний день. Последний день. Вот один день, а за ним вечность. И теперь в 6 главе Евангелия Теана 4 раза говорится. Последний день, последний. А сектанты воскрешают за тысячу лет. У них воскресенье первое. Праздники воскресного. Притом все сектанты поражены этой заразой. Хилиазм называется. И вот, а в году 365 дней. Я говорю, вы ошиблись? 365 тысяч дней. В тысячи-то годах-то. 365 тысяч. А Господь говорит, последний. Когда с Марфой Христос разговаривает. Воскресен брат твой. И знаю, Господи, воскреснет в последний день. Зачем она говорила в последний день-то? Потому что она так слышала от него. Она научилась от Христа. В последний день. И кто будет сына человеческого, я воскрешу его, верующего, в последний день. А сектанты воскрешают за тысячу лет. И видно, что они безблагодатные. Им не дано. И главное, на каждого нападает сектант. Только встретился, первый вопрос, а ты спасен? То есть они уже на суде Божьем. Да только Бог узнает. Нет, а ты спасен? Он ничего не знает. Ум у него птичий. Рептилии ум-то. Вот разговариваешь, думаешь, он даже дорогу домой не найдет. А ты спасен? Я ему говорю, Павел говорит, мы спасены в надежде. Нет, а ты спасен? Павел говорит, многие потерпели кораблю крушения в вере. А ты спасен? Он не слышит даже. Я говорю, Павел говорит, что? О себе говорит. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Павел в сомнении, как бы. Как бы, в сектанке нет сомнений, почему сатана полностью запечатал мозги. Я говорю, потерпели кораблю крушения в вере. Ну я верю. Ну в вере потерпели. А ты спасен? Я сейчас не об этом говорю. Речь идет, ты веришь, что могут в вере находящиеся и потерять веру? Да как потерять, когда я спасенный? Ему больше ничего не дали. Какое место Писания не открою, из 70 названных мест только два мог открыть. И это, я беру самый хороший баптистов, они ничего не знают. Они знают, что Библия есть, она и листает, и у нее все места подчеркнутся, что он спасен. А рядом Бог не может человека наказать. Бог всех любит. Бог есть любовь. Я говорю, ты узнал это? Ну да. А кто первый мир потопил? Как потопил? Ну потопил как? Вода из земли, сверху пошла и что? Кто потопил? Бог, имя которому какое? Любовь. Это не Демиург, как учили еретики. Любовь. Уже замолкают. А ты прочитай. 15 глава, 6 стих Иеремии. Господь говорит, я устал миловать, я поражу вас. Отойдите от них. Я их всех истреблю, Господь говорит. 16 глава, чисел, считай. Они эти все места обходят. Они не считают. Я говорю, во всем Ветхом Завете, что было, это был образ, тень будущих благ. Ягненок на что указывал? Это не знает. На Христа. А жертвенник, на который жертвы приносили, на что указывал? Не знает. Ну Христа на что возложили? На крест. Это жертвенник. А почему? На где? Его как, в земле прибили или на крест? Он жертва, он вознесенный Христу. Руки прибили. Еще что-то стоит. Не знает. Простых вещей, самых простых не знают. И так вознесено должно быть Сыну Человеческому. Я говорю, мы его кресты почитаем, счастливый, животворящий крест Господень. Так на нем грехи Христос пригвоздил. К чему? Грехи это видимое? Нет, невидимое. Ну как духовное с духовным? Он говорит, соображайте. Как можно к вещественному кресту пригвозить грехи? Что это грехи? Лапша какая-то или медуза? Бог грешника любит, а грех не любит. Вроде каждый грешник идет, он его в ведро с грехами, он поставил, Бог его ненавидит. А я дальше топаю, у меня хороший. Зади нагрешил, еще тачку бросил. Бог его ненавидит, а я дальше иду. Я говорю, еще дурите-то. Бог ненавидит грешника. Я говорю, ты истреблю вас всех. Отодеть их, Моисеев сказал. Я истреблю их всех. Я истреблю, я, Бог, говорит. Мало того, православные попы этим обольщенные. Нет, люди сами на себя гнев навлекают. Ну чай гнев-то. Ты куда не выворачивай слова-то, оставь-то Бог. Я накажу. Я с большой буквы и накажу. И прокляты будете сколько родов. Вы меня обкрадуете за одну десятину, вы проклятые все. Что не платите? На Ветхом Завете. В Ветхом Завете был Бог и человек. И Бог прикладывал все к заработанному. Десятую часть наложил. В Новом Завете та же история. Солнце, все мое. Почему со мной не делитесь, Бог говорит? Это не мои деньги. Мой родной брат, отец таким, он живет богаче меня. У меня только три кошки, больше у меня ничего нет. А у него сто вещек. Жена агроном, четыре огорода. Она тут с институтом сотрудничает. Она агроном была. У меня ничего нет. Вот моя жена сидит. У меня ничего нет. Вот она там пирог нам с картошкой сделать. Ребята ей угля принесут. Все кончилось. И несмотря на это, он родной брат протеерея, я его плачу. В январе месяце я посчитал пенсии и сразу отдал за год вперед. А то ну как заболею. Каждый год я плачу десятину. Десятину я больше сейчас не могу. У меня ничего нет. Все остальное уходит на дело Божье. Почему меня никогда не волновала десятина? Я не хочу быть вором. Я боюсь вором у Бога быть. Это не моя. Она не моя. Я как огня боюсь. Десятую часть. Меня обкрадывайте Бога. Меня. Что тебе доказывать-то? И в Новом Завете точно так же Бог участвует в работе нашей. Дал желание трудиться. А это мое. Вот это и есть гордыня. Грешник от другого отличается тем, что он все приписывает себе. Я такой мастер. Я все делаю. У меня такие деньги. А воруешь десятину, не отдаешь. И кто пишет? Мормон. Как мне, если не ошибаюсь. Мормон. Кто? Морган. Один из миллиардеров в Америке. Я говорю, жил бедно. Но я знал, что десятину надо платить и Егове. И я платил. Сначала открыл шляпный какой-то маленький магазинчик. Десятую сейчас отдавал. Куда он отдавал, неизвестно. Иногда, говорит, отдавал 100 долларов. А иногда 150. А сейчас он жертвует каждый год, может быть, 5 или 10 миллиардов. Миллиардов. Но я, говорит, ни разу не нарушил прямое повеление Божьего. Я понимал, Бог у меня все отнимет. Это Бог дал. Он участник нашего труда. Участник нашей жизни. Участник движения моей руки. А я не хочу с ним делиться. Я вам зато вот так объяснил. А как же первые христиане? Почему про десятину не написано? Да не надо. Они все приносили и менее продавали. Они 10 и десятину отдавали. Что тебе непонятно-то? Воры ищут оправдания здесь. Владимир Иванович, поясните, кающийся грешник и не кающийся. Вот Бог ненавидит. Есть кающийся грешник. Он принимает. Принимает. А не кающийся. Не кающийся уничтожает. Ну вот в этом и разница. А то-то разница. Не просто грешника. Грешника. А они это скрывают. Человек кается. На нем еще груз греха. Он не исповедовался. Бог ненавидит человека, который не откликается. И поэтому посылает Израиля, 7 царей, истребить. Младенцев убить. Кто повелевает-то? Это только руки двигались у Израиля. А уничтожал-то Бог. А нанесся пирой. Они могли ни рубля не давать. Но чуть солгали, обоих Бог сразу убил. Бог убил не она, не Петр. Что непонятно-то? Бог. Если мы разберемся в этом, это ужас берет. Да какому Богу-то мы верим? Ну разное там Петрова, Константина, Левашрова, другие там Твердохлебов, которые новое язычество, неозычество. Они говорят, кому вы верите? Еврейскому Богу, жестокому чудовищу. Я говорю, ты за эти слова ответишь. Они изжили себе, народы эти. Они не нужны, и Бог уничтожает. А праведник воссияет, говорит, перед Богом. Ты радуйся. И умом не заходи за эту грань, где не поддается разумению. Не поддается. Я не знаю. А как это? Понятия не имею. Но я точно знаю. Бог любит грешника кающегося. И он начинает. Ну а как вы говорите, крещение, рукоположение. А разбойник на кресте спасся. Ну правильно, спасся. Ну а почему он без этого? Да потому что церкви-то не было. Это таинство церковное. А церковь образована будет только после воскресения, на 50-й день. Дух Святой сойдет. Как он мог креститься, когда его не было крещения? Как он мог искать рукоположение, когда его не было еще? И апостолы еще не обладали этой силой. Сидите и ждите обетованного Духа Святого. И обречетесь силой, и понесете слово в народы. Это понятно? И они сидели 10 дней. Имели только одну власть. Прощать грехи. За это время кто заболеет. Это в 20-й главе Евангелия Тяна написано. Примите Духа Святого дунул когда. А дальше говорит, сидите и ждите обетованного Духа. Почему? Дал полномочия только прощать. Стихтанты этого вообще не понимают. И где нету священства, рукоположного, там сидят они в ряд, вот так вот сидят все. Вот сидят. Молодые, здоровые парни, там человек 10 на скамейке. У всех вот такие удавки змеиные, масонские. Все до одного бритые. Сидят, смотрят. Все спасенные. А у нас в пацаней вот так вот 100 патриархов там, священников-то, и ни одного спасенного нет. Почему? Он надеется на милость Божию. Когда с сектантами ближе сходишься, тогда вот эти наши бабушки, дедушки, священники, такие милые кажутся, возвращаешься. Они не знают ничего. Даже меня будут костылями по спине колотить, а я не могу на них налюбоваться. С сектантами они как совершенно другие люди. У них другие глаза. Все другое. Так вот православных надо научить слово Божие любить. А с сектантами вернуться в церковь. Других путей нет. Игнатихович, скажите, а значит, они находятся в прелести, сектанты? Ну, я не люблю это слово, потому что этим словом меня бьют везде. Я его не люблю, это слово. Гордыня прелесть. Гордыня прелесть. С апрелью. Там написано, что священник должен быть напрямую от апостолов. Где это сказано? Я вот искал специально, нигде не нашел. Я вопросу. Где сказано, что рукоположение идет от апостолов? Именно должно быть. Ну как, в посланиях Титу 1.5. Ну все. Апостол... Там напрямую не сказано, что священник должен быть именно рукоположен, приемственным от апостолов. Ну так и написано. Ты просчитай. Титу 1.5. Открывай. Откройте сейчас. Ну вот, все. Где? Где? Не надо свое открывать. Зачем? Открывай. Надежда, дайте ему. Ну а что я могу доказать, когда у тебя Евангелия нет? Так, сядь спокойно. Надяй. Он должен быть вооруженный всегда с собой. Что же нет? Вот когда откроешь, а потом открой Деяние 14.23. А потом найди сам у Тимофея, где Павел говорит, не не ради, а пребывающим в ее даровании через мое рукоположение. А дальше открой Кевреям 7.7. Без всякого прикословия. Меньше благословляется больше. То есть, лепископ, вот и все. Четыре места вполне достаточно. Ну, это же не сказано, потому что... Я еще сказал, записал. Нет. Нет. Повтори еще, я сказал, да. Какие места Библии? Титу 1.5. Пошлание к евреям. Ну, какой к евреям? 7.7. Глава стих. Надо записать. Ничего и нет. Вот это и есть. Деяние 14.23. Евреям 7 глава 7 стих. Ты должен наизусть знать. На Тихность. Повторите, пожалуйста. Анатолий запишет себе. Вот. Анатолий должен написать. Титу 1.5. И всегда с тобой, что был карандаш. У меня три карандаша в кармане. И набиты бумагой. Титу 1.5. Деяние апостолов. 14.23. А у Тимофея найди сам. Где он говорит. Не ради, а пребывающим тебе дарования через мое рукоположение. Через возражение рук. Найди сам. Одну хотя бы. И ты увидишь, что вот где это сказано. Евреям 7.7. Самым правильным путем пошли старообрядцы. Они не имели больше ста лет. Искали, искали, кто бы рукоположил. Монахи были. Все. И дальше Олипия Павла отправили. Находят Амроси. На покое митрополит. И он рукополагает их. Один. Это редкий случай такой. Когда постовское правило первое говорит. Рукополагает два или три епископа одного. А епископ один. Он может хоть тысячу рукополагать. Священников. На священнике. Дьяхона. Священник и епископ, они благословение равны. Не так, что ладно, этот пониже, у него благословение маленькое, не полное. А вот его через край льется. Нет, одинаково. Единственное, что священник не может рукополагать. Он никого не может. А литургия равна, что епископ, что без епископа. Одинаково. Крещение совершает епископ и священник. Все равно. Одинаковое. И вот когда ты это все будешь знать, ты будешь Бога благодарить. Господи, какой же я счастливый, что ты дал мне верить поистине, как святые отцы, по православной вере. Сектанты нападают. А где вы находили, что слово православное, Библия нет? Я говорю, в Библии нет динаминации, конфессии нет. Вы слово ездили, закрыли этими словами. А уже в апостольских правилах, в апостольских, уже слово православное употребляется. Я подсчитал, в каком соборе, сколько раз слово православное есть. У меня, ну, мои наработки. А у вас нет никакие, как? Отличить от еретиков. Они никогда не говорили еретики слава отцу и сыну и святому духу. И хоть расстреляй не скажут. Вот так. Баптисты могут сказать. Баптисты-то не хватает только рукоположения. Иконы хулят. Ну, и все. Не все хулят, иконы. А? Не все хулят, не все. Ну, конечно, не все. Так, в любом месте можно сказать. Сидят люди за убийство, но они не все убийцы. Не все, так, если обвиненные только об этом. А другие за компанию попал туда. А другой невольный убийца, не знаю, бросил собаку, а ребенок выскочил, он прямо в висок и убил его сразу. Василий Великий об этом пишет. Но он убийца. Все, благодать снята. Священствовать он не будет. В алтаре может посещаться даже. Но благодати никакой нет. Ибо, говорит, недостоин был благодати. Прошлый раз отдавал вам бумажки. Все. Где Григорий Неокисарисов, Пятое правило. Ну что, идем дальше. Я просто поясню немножко. И Анатолию, вот то, что вы фразу привели, что должно быть от первого апостольского времени до нашей времени, тогда доказать, что это и есть церковь Христова. Это вкратце выражено. А на основании этих мест писания вы докажете, что это так и есть. Это изречение. А как говорится о тысячелетнем царстве, где напрямую не сказано, а на основании слова Божьего, многие мест писания, ты можешь уже это доказать. То есть, как бы вкратце... Вот этим путем пошли старообрядцы, потому что они потеряли в расколе, когда были, искали, посылали делегации, нашли и восстановили белокринетскую иерархию. Вот с сектантами это единственный путь. Ну, но я не могу показывать на патриархию, потому что у них священство не терялось никогда. А те потеряли, но потом восстановили. Ну, они упрямые, они не понимают ничего. Почему? Они постятся, не крестятся, ни креста, ни поста. Пять минут еще занимаемся, еще пять минут. Давай. Просто я не засек, во сколько начали, по-моему, по водительству. Сейчас 0-3. Ты напиши, какой стихом закончишь, не забудь. Еще полчаса заниматься. Полчаса. В 11 начали. В 11 начали? Так, слушай, ну да. В 8 стих. И тогда откроется... Так, это мы почитали. 9 стих. Того, которого пришествие под действием сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными. Колкование. Апостол учит нас. Кто таков антихрист? Именно он человек, имеющий в себе сатану, который будет действовать через него. То есть он обнаружит всю свою силу, но ничего не будет иметь истинного. Напротив, все обманчивое, с чудесами ложными, то есть поддельными или вводящими в обман тех, кто обращает на него внимание. Байвуд предрекает это, чтобы не принестились живущие в то время. Ложные чудеса. Отличие в чем? Вот эта новая книга кому принадлежит? Это Сергей Фуктов приносил ее, скорее всего. Это его, да? Да, это скорее всего его. Я все время ревную об этом. У меня лежат книги, я даже видел, берут, а книги эти на продажу. Я думал, что это Сергей. Да, 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 он так и говорил, это его лично. Дай Бог, ладно, человек, оттуда не брать никогда. Люди просят, сегодня отправляем в Америку. Сегодня только. Десятый стих. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Он будет страш толкования, он будет страшен повсюду своей властью, потому что все будет делать жестокостью, чтобы прельстить людей и причинить им зло, разрушая их спасение. Но чтобы кто не пришел в недоумение, говоря, для чего Бог попустил прийти ему, когда люди должны потерпеть столько вреда. Апостол отвечает, не бойся, он возобладает над погибающими, которые хотя бы они, так, он возобладает над погибающими, которые хотя бы он и не пришел, остались бы неверующими. Любовь и истины он называет Христа, ибо он был и то, и другое, и приходил ради того и другого, полюбив к людям и чтобы открыть то истину. Апостол намекает на то, что больше всего обольститель будет иметь силы среди иудеев, ибо они не приняли Христа, не уверовали в Него. Об этом и Христос говорит им. «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придет во имя свое, его примите». Иван Галитана, 5-го, 45-й стих. «Пошлет, вместо попустит ему прийти. Смотри, сначала они отвергли истину, и тогда оставили Бога, и ложь обладела ими». Действием заблуждения апостол называет дела Антихриста, которые он делает для того, чтобы обольстить, или так он назвал и самого его, действующего по побуждению сатаны, чтобы принестить многих. Характеристика. 11-12 стих. «И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они не будут верить, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Долкование. «Не сказал, да получат наказание. Ибо если бы и не пришел Антихрист, неверующие должны были быть наказаны. Но, говорит, да будут осуждены, чтобы им быть безответными». Скажут ли они, что мы потому не уверовали в Христа, что Богом его проповедовали ученики, что Богом его проповедовали ученики, а мы слышали, что один Бог, от которого все. В таком случае, как вы поверили Антихристу, который выдает себя за Бога, Христос все относил к Отцу, а этот наоборот. Но скажут, мы видели знамение, и Христом совершено было много великих чудес. «Кроме того, о Христе пророки предсказывали, что Он Спаситель, а Тот – Сын Беззакония и погибели, потому-то они будут осуждены, что оставивши истину, они благоволили, то есть им понравилось, и они охотно отдались неправде, то есть обольстителю, употребляющему всякую несправедливость против людей, который сам есть воплощенная неправда». 13 стих. Подожди, 12 стих. А вот смотрите, все бы люди вместе сейчас согласились, молиться, чтобы Антихрист не пришел. Страшное дело будет, не продать, не купить. Мертвый будет валяться, как осенью листья от деревьев, все покрыто будет. То есть Ефрема сильно говорит, мать обхватит дочь, обхапает, говорит, и дочь и мать обнимут, и падут обе мертвые. Высказать даже нельзя, сколько, речь будет идти о миллиардах, не менее 2,5 миллиардов погибнет. Третья часть написана. Но можно так вот умолить Бога, нельзя. Это уже занаряжено. Это уже общий план, скажем так. Режиссура уже есть, теперь только проекция идет на землю. Мы можем только молиться о себе, чтобы устоять. Он обязательно придет. Но можно как-то умягчить его сердце, желание есть, но не получится. Его, вот Христос готовил 5508 лет, спасителя мира, до Рождества Христова от Адама, 5508. А до Антихриста Сатана готовил 7500, также на 2000 лет дольше. Самое подлое, самое негодное, диктатор, это только был эксперимент. Здесь в одном должен быть Гитлер, Сталин, Петр Первый, Иван Грозный, Чингисхан, Наполеон. Все в одном должно быть. Коварство, хитрость, подлость. Вот есть такой фильм, называется «Антихрист». Ты, я думаю, видел его? Там он называется Александром. Как он маленький еще в люльке, брата не сжег. Какой он безжалостный. И как на него все поднялись, и Китай с танками идет. И он, с ним все соглашались, пока он не сказал, меня посчитайте за Бога. И все сразу по рядам, он всем объявил войну сразу. Он как Бог сядет, Бог, который все знает. Есть фильм такой, так и называется «Антихрист». Ну, я не могу сказать. Но там показано, как он детство его, как он рождался, в какую школу отдавал, кто родитель, где он в каком университете, как масоном стал. Ну, то есть очень похоже. Его звать Александр? Можно вопрос? Я недавно разговаривала с одним человеком, и он говорит, вот сейчас там вживляют чипы, даже не спрашивая людей. Там вот меняют коленный сустав. Я говорю, к быку можно, и человеку могут они. И ты знать не знаешь. Но никакого отношения к спасению это не имеет. То есть это не чип Антихриста, правильно? Да, тот будет принимать чип, там я не говорю, что там дело покажет. Святые тоже никогда не разгадывали. Но это означает полное отречение от Христа и признание Антихриста Богом. Еще говорят, вроде как этим чипом управляет, там, кто-то со стороны, компьютером, и чуть ли не твоя воля уже, ты делаешь что-то, но ты этого не хочешь. Она уже подчинена там, тем компьютером. И то есть можешь уже не отказываться, не отрекаться от Христа, вроде как вот так будет. Я в это не верю. Я вот в это не верю, что будет настолько. Совершенно, значит, будет помутнение моего разума, и я откажусь от того, чего скажу, того, чего не хочу говорить. Как гипнотипы? Как манкуртами это делали же. Но вы считаете, что именно так будет отречение от Христа? Я не считаю. Я только знаю одно, что вмешаться в это, никто не знает. Они не хотят мысли считать, а это никогда не удалось. Они могут человеку посадить, занозу эту, там, ребенок еще сейчас рождается только. А родители берут, ты не знаете, ему уже всаживают это дело. Там тончайшая ниточка какая, она там в мозгах. И они могут ему нажать, и у него сразу он дергается, сарапается, там, они это могут сделать. Но узнать, о чем я в это время думаю, они не могут. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человечества, живущего в нем. Все. Они над чем бьются, работают, никогда им это не взять. Никогда. Это Бог взял для себя. Никто не знает, я и Бог, только мы двое. А как же узнавал, говорит, что это, там, ну, Мессинг, Вольф. Ну, он знал только то, что безбожники сидят, знают. А верующие он не знает. У нас-то такой приезжал, от него ученики-то были или кто, и они многое показывали. У нас одна была Масалова Таня, и он ее тут, какая-то стеклянная палочка, шишечка, вот смотри на нее, не моргай-то. И дальше они, женщины, выходят на сцену. Я это видел даже. И он говорит, где вы находитесь в лесу? А яблони видите, видим. Так а что они рвете яблоки? Они вот так вот подолы, и рвут, а ничего нету на сцене-то. А потом говорит, вот сейчас вы в баню зашли, как вам не стыдно? Ой, они закрываются, сидят там на сцене. Они не руководят собой, он на них это напускает. А потом по отдельности, у ней брат потерялся в войну. И она говорит, я хочу видеть брата. А где он? Не знаю, на войну ушел, но нету. Ну, он начал ее там что-то, что он там показывает ей? Так, видишь его? Нет, не вижу. А что ты видишь? Людей много. А что это много? Что делают они? Обедают. А как называется? Она слово ресторан не могла выговорить. В ресторане. А какой город? Берлин. То есть он в Берлине. Ну, теперь иди по ряда, может, где найдешь. Она пошла, она кричала, Тимошка! Тимошка здесь! И сразу отступилась, он исчез. Тимошки нету. Моя мама узнала, у нее три брата на фронте погибли. Макар Филарет и Муныл. И мама тоже пошла. Ну, что там она гладла, яичек набрала. Зимой курицу не закуришь. Ну, что-то она понесла, даром-то не буду делать. Никому не сказала, ничего. И села перед ним, он начинает ей манипулировать. А потом, ты, бабка, молитвы-то не считай. Я с тобой ничего не сделаю. А она говорит, я сижу и считаю живые помощи, до воскресня. Вот. И он себе ничего не мог сделать. А их отвозил мой родной, двоюродный брат Иван Лапкин. Иван Степанович. В Корчино, на лошадях-то. И они ему денег дали или конфеты дали. А конфеты у нас на Новый год по одной конфетке, допустим, вот такие тол большие были, как шарики. И вот дали ему конфеты, и он досыто наелся. И где-то они там уехали, в район или где. И кто-то им сказал, мы хотим увидеть, как будет страшный суд происходить. И он им показал. Но не он. Они, как говорят, рванулись. С себя все сбросили. А на улице мороз там под 40 градусов. Они людей всех раскидали, выскочили на улицу и поперли в степь. Их не поймать, ничего не могут. Когда поймали, там кого связали, кое-как он их вывел, он-то сам перепугался. И он на этом деле запретили ему делать. Что вы видели? Мы увидели, как загорелось небо и земля. И дальше мертвые восстают. И на них ужас напал, и они дальше уже ничего не помнят. То есть Сатанак что-то может имитировать. Но удалить, отменить он ничего не может. Это назначено Богом. И мы должны только приготовиться. Вот ты можешь, говорит, отменить. Вот сейчас весна идет. Вот сегодня у нас 19 марта 2017 года. Но мы можем сделать так, чтобы сейчас зима по-новому началась. Не получится. Не получится. У земного шара определенный наклон, ось. И она, наверное, в определенном месте летит вокруг, где Бог назначил так. Бог. И изменить не может. А можем сделать? Вот сейчас день идет, а чтоб два дня. Бог может это сделать. Ну а зачем? Над Гаваоном стой солнца остановил. Иисус остановил. Понятно? Поэтому не может быть другим антихристом. Он не может быть. Вот три слова об антихристе. Владимир Сергеевич Соловьев, русский идеолог, пишет об этом. Кто примет его? Православные примут? Все почти. Только некоторые не примут. А что вам надо? Ну, чтобы у нас был там патриарх, иконы, 400 храмов в Москве. Тысячу строите, пожалуйста. Только признайте меня истинным. Мессией, Богом. Католики, там, чтобы папа был, там, статуи, там, что они поедут. Он нам, чтобы короба ладана была, свечек в Арахаме. Он все даст. Но там и там найдутся люди, которые скажут. Ты признай, что Христос это Мессия. Он говорит, этого сделать не могу. Этого сделать не могу. И через это обнаружится, кто он такой. Но это пишет человек, Соловьев. Но очень похоже. Многие примут, но будут люди там и там, где не примут. Он говорит, у православных будет Иоанн. Выйдет от всех сторон. У тех, как они на Петра ссылаются. Престол Петра. А у протестантов Павел. Они на его посланиях. И те, со своими, которые отдельно останутся, будут казнены. Которые не примут его. Ну, это воображение писателя. Идеолог. Такое, как называется. Идеалист. Вот так. Ну, все. Тринадцатый стих. Игнатий Тихонович, а вот еще. Вот сейчас, если чипы вот эти, допустим, многие люди уже говорят, поставленные эти им. Ну, чипы эти. Это для того, чтобы сознание им потом, чтобы печать они приняли. Вот это люди, которые принимают это дело. Я, во-первых, не знаю, принимают ли. Нет. Многим детям, допустим, уже ставят. Они же не понимают еще, что это такое. Не, не будут. Чтобы сознание им управлять. Только те будут принимать, которые скажут, что Христа никакого не было. Я в него не верю. То есть я буду в своем уме, в своем разуме. Конечно. Все до этого будут. И которые называют, примут начертание зверя. Это первое, что будет. Отречение, как говорит Эйппенсерин, отречение от Христа, Бога, Спасителя. Я про другое спрашиваю. Вот сейчас в детях чипы во многих поставлены. Но они еще не понимают. Они как бы это самое, растут. Но потом, видимо, сознанием их будут управлять, чтобы они печать поставили. Нет, нельзя управлять. Это не дается вторгнуться. Ничего нельзя сделать. Бог не даст этого понимать. Никак. Вот это Бог оставил в человеку. Ты должен добровольно, сознательно найти качество антихриста. Я, допустим, его понимаю. Не порядок. Никаких воров. Никаких не будет смут. Никаких революций. Революция всегда эта смерть несет. Ну и никаких Майданов не будет. Тебе нравится? Мне очень нравится, чтобы тихо, мирно жили. Это можно только один сделать. Один диктатор на всей земле. Пока есть двое хотя бы партии, ничего не получится. Они играют этим. Раз есть две партии, есть выбор. И поэтому Америка промасоненная, но еще не до конца дошли. Должна быть однопартийная система. Это опробно было на коммунистах и на фашистах. Вот это единое. Вот. Мусульманство, оно все попадает под однопартийную систему. Мы можем только молиться. Я хочу немножко пояснить. Вот, например, Господь так говорит, Иисус Христос, что придем к Нему и обитель у Него сотворим. То есть в человеке самому. То здесь сам Христос в человеке живет, Сатана не имеет к Нему доступа. Независимо там. То есть если Господь приотпускает руку, например, свиньи вошли в эти демоны, да, стадо, и сбросилось крутизны. То есть Господь попустил. В Толковане там объясняют, что и с человеком точно так же происходит. То есть Господь удерживает. Иначе Сатана был уже давно погубил весь мир. По своей злопе, по зависти человеку. Как создать, созданию. Вот так же и здесь происходит. Если даже захотят какое-то зло сделать какому-то вашему внуку, внучке, они этого не сделают, если Господь не попустит этого. Если попустит, сделает. Не попустит. Например, у врача рука не поднимется там. Что-то еще может произойти. То есть обстоятельства так сложат. Вот как верующий. Вот я живу уже, сколько уже, с 2005 года я как уверовал. И меня ни разу никто не ударил. Хотя мы и благовествовали, были упреки, были угрозы там от людей. Ни разу никто меня не ударил. Почему? Потому что Господь хранит. И так же насчет этой печати. Господь не попустит просто этого. Если ты будешь ему верен. А если ты начнешь падать, кривиться, отступать от Господа, тогда сатана на тебя будет иметь что-то. Какую-то власть над тобой. Вот так вот. Это я все понимаю. Я ж другой вопрос задавала. Я это поясняю все. Это вот как мама Игнатия Тихоновича пришла, и он сказал, ты не молись, иначе я тебе ничего не смогу показать, что ты просишь. Я уже это знаю. Я это понимаю. Я вот пройду с этим. С Чипом. Будет он как-то воздействовать или нет? Будет он воздействовать. Но Бог не даст дальше. Будет. Для того и ставит. Еще 10 минут? Его не поставят, потому что Бог не допустит. Мы же поставили. Девять уже. Девять уже. Я не знаю. Что они не верят вообще. Тринадцатый стих. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья. Что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас для спасения. Толкование. Так как апостол сказал нечто страшное, могущее смутить нетвердую душу, то теперь успокаивает сердца, научаясь, что все это страшно для других погибающих, для которых и определено. А вас же мы Бога благодарить должны за то, что Он избрал вас и возлюбил. Если же мы благодарим за вас, то гораздо более должны делать это вы за самих себя. Потому мы благодарим, что Бог избрал вас в себе и предопределил ко спасению, по предвидению, что вы достойны. Каким образом? Через освящение Духа. То есть спас, освятив Духом. Потом, чтобы кто не сказал, так что, так что же, мы ничего не привнесли, апостол прибавил и веру истине. То есть осветил в нас, привнесших веру истине. То есть вещам истины. И вы не какой-нибудь лжи поверили, но самой истине. Кроме того, Он вспомнил о вере, следующей затем, так как и после освящения мы имеем в ней великую нужду, чтобы нам не совратиться. Вера истины. Хотите порассуждать? Да, это интересно. Вот это самое. Осталось 8 минут. Вот об этом. Мы вообще верим многому, да? Многому. Телевизор включил? Верим. Я не включила. Ну, интернет, газеты. Нет, он образно говорит. Радио. Средства информации. Верим врачам, научным. У нас некоторые не верят, что земля круглая. Ну, не верит человек. Ученым не верят. А верят истине. А вот у нас эта девочка, говорит, повредилась-то. Ее калерия, как полное имя? Калерия. Калерия и полное имя. Так это имя так и записано? Да. А то зовут Полина, а так Полинария, вот так вот. Вот сейчас зовут Лукерия. А Лукерия нет, это Гликерия. Вот эта девчонка-то. Они Гли отбросили у русских, зовут Лукерия. А это значит так и есть. Ее еще Лера называет сокращенно, да? Ну, это просто простоте. Сокращенно Лера. Сокращенно Лера ее называют. Калерия. 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 Да, Калерия, да. Лера. Че тут такое Лера, да? Че тут такое Лера? Ну, вспомнили, это ихняя идея. Я иду домой, в почтовый ящик заглядываю, и там всегда, знаете, много какой-нибудь журнал, не журнал, а много газет, и открываешь, и там какие-то всегда, ну, такие недорогие, такие газеты, и всегда какие-то лекарства, лекарства, и там много-много таких фотографий людей. Я вот получил, и читаешь эти письма. Вот я получил, там исцелился, какая-нибудь каменная соль или каменное масло, там вот, че-то такое. Я понятно. Это газеты, это газеты. Газеты. К нам это все в первый год кладутки, да. Вот, и много-много. И я думаю, и вот я задаю себе вопрос, а верить мне этому или не верить? Причем люди реально, говорят, я вот там чуть ли не умирал, там лизнул чего-то, съел, помазал, все, теперь вот я, ты попробуй и будешь верить, мне камень этот полежи. Это истинное веже, ну, сектанты говорят, если просто почему-то посчитать, то говорю, мне в последнее время очень много с ними пришлось общаться. Коротко только, у нас времени мало. Ну, коротко, нет, коротко, почему они говорят, вот это, мы по нашей личной вере, люди исцеляются, действительно, я смотрю, я сам видел этих людей, которые исцелились от тяжелых заболеваний, они молились там, это самое, ну, и человек на глаза буквально исцеляется. как это? По вере, да? Ну, они-то объясняют по вере, они же молятся, они молятся, это Богу, и молятся искренне, как я вижу. И человек больной, прикованный к постели, что-то не паралитик, и стреляется, встает и ходит. Вы видели это? Я видел это, собственно, человек, да? Нет, это не единичный случай. Вот то, что я видел, это не единичный случай. Тут, наверное, вера все-таки в Бога. Я вот хотел обратить внимание на то, что люди верят всему, но когда этот же человек берет и берет текст Священного Писания, который вот до этого читал материал из почтового ящика, не верит, я говорю, ну, смотри, ты этому веришь, верю, там вот бабушка, все, хотя, вот у меня дедушка до самого последнего верил, ну, чумаку, чумак, он сидел внимательно, у него он был лысый, ну, сейчас он уже умер, конечно. Дедушка был лысый. Да, он облысел там, не знаю, радиация или что там, у него были волосы, потом он облысел, а тут он внимательно верил чумаку, прямо вот искренне, был такой гипнотизер, или кто он там, экстрасенс. И у него выросли немножко волосы, он говорит, вот видишь, это результат дает. Все. Ну, конечно, в итоге, да. Брат, можно пример повести? Мы недавно с Инатьюем смотрели ролик один, там как спецназовцы, бандитов, там обезоруживают и так далее, мафиозной структурой. И показывают один ролик. Сидит компания, выпивает, и такие тосты дает. Побольше бы этих лохов нам бы, говорит, что за лохов, говорит, выпьем. И показывают в этом же ролике сцену следующую. Какой-то там, типа, этот, спецназ, забегает в их квартиру, их крутят, наручники одевают. То есть, вот за этих лохов, которых они обманывали, там что-то с мужской потенцией было связано. Какие-то они давали эти приборы, продавали им. То есть, и вот они здесь вот чокаются, то есть, вот это ложь, о чем ты сейчас говоришь, что вот эти газетки распространения, показательные у народники. Я не говорю, что это ложь, я просто говорю, что люди вот в одно верят, а другому не верят. Причем, доказательств никаких нету, читаешь, там ничего нету. Или по радио говорят. Тоже так же верят. Сейчас уже радио у нас нету, но как-то я, к тому же заходишь, вот, как кухонное радио вот это, его практически уже, наверное, очень мало. И вот там такая, на правах рекламы, коротко, на правах рекламы. И потом, что-то сейчас. У нас сегодня такой-то профессор, там какой-то его называют, на величайях. И вы скажите, а вот такой-то препарат, и там они долго-долго, а он помогает? Он очень хорошо помогает или совсем хорошо помогает? Понимаете? Вот сказать, что он совсем хорошо помогает я не могу но помогает по-настоящему так он все муссирует 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 а теперь у вас дорогие мои друзья есть возможность так дорогие друзья там так уважаемые слушатели есть возможность сейчас приобрести там телефон все и только сейчас и сидишь и я услышу и я уже хочу приобрести этот прибор который меня исцелит я думаю но а так ли это кто этот человек а вот сейчас посадите на этот же радиоканал и там прям часами говорят это все на этот канал посадите проповедника и заставьте ну дайте ему читать евангелие поверят или нет а теперь а вот теперь вы сейчас можете уверовать обратиться к богу уже как-то говорили об этом соседка у меня не были православные бабушка православная как бы ну живут они православной жизнью не жили как говорится она ушла к сектантам мы везде комнаты образуем у нас люди поднимаются у нас коллеги которые ходить не могли ходят и она она дома не бывает а она там в этих комнатах где-то так вот что это поверье исцеления но мы-то знаем что кто это поднимает кто поднимает а потом они болеют еще хуже сильнее вот слава богу сейчас просто заканчивать будем если вы действительно вот эти все какие-то газеты это действительно правда мы не будем говорить что это неправда допустим но ведь некоторые заранее распространяют ложь заранее просто знаю что это ничего не поможет дают и люди верят и исцеляются или нет как эффект плацебо выпить таблетку там смелом исцелился потому что поверил да если большой ролик леонтьев лежит в больнице и другому там рассказы главное это вот такое то шампанское там трехмаращина лаприка скипидару дай он так скажи ты прописал болел и сейчас не догонишь его как он побежал и в гору везде все так и дальше а еще вот хорошо мы беременным нельзя и в это время медсестра заходит сайт сестра были дольщику дай мне сомневаюсь на печени какой рожит у него как он говорит настоящий артист и даже не верю что тортица лишь алкаш лежит и вот он верит а в конце передачи говорят это передача была для тех кто любит лечиться и для тех кому действительно это необходимо то есть это разные люди кто любит лечиться и кому это действительно необходимо я никогда не верил этому а почему здоровье не в этом для чтобы не болеть нужно несколько не давай пиши себе никогда не злись никогда не злись тебя уже половина отойдет никогда не злись нет болезни все на чтобы исправить надо не не злись нигде можно вопрос сейчас никогда не злись а вот в писании написано гнева очень не согрешать это злость это не гнев это раз другое это злиться не помогли мой не ревной ну дальше понимать понятно что не напивайся не обжирайся не кури и тело свое содержи в холоде и в голоде тело твое будет как свинья кричать не могу а ты скажешь обманщица можешь мало яшь мало пить здраво будешь и вот мне здоровье то и перед сном надо выйти на улицу маленько проветриться пол ложки меда с теплой водой все и больше босиком ходить самый лучший рецепт и потом немного это стоит а тот к нему приехал там кто-то говорил и не говорила говорил во-первых проверить завтра почему я должен болеть лучшая пара лучшая пара это до пенсии и труд и болезнь в этом топе людей то работа в две смены а уже дальше дальше еще не надо уже согнулся все вы знаете иди сюда когда бог наделил всем дал по 30 лет человек прожил 30 лет так мало его пошел тогда к ослу подошел тебя какой говорит трудно как я бы не знаю куда эти годы а ты 10 лет не продашь я тебе стена на охапку дам 5 давай он сразу и от человека до 30 лет живет еще учиться а дальше работает надо работать а дальше до 40 дожил он думает у кого же попросить то пошел к собаке собака горитая на холоде да тут 100 косточку даст или нет если галя бы к нам ходила сюда кормила вы бы сытые были вот и собак человек-то зарабатывает а потом как тес тишина лошадь и прописать на квартиру даже снаху не пропишет она боится чтобы как собака стережет а человек прожил 50 лет еще не хватает у кого смотрит обезьяна скорчужилась там сидит а ты еще двадцать лет кое-как прожила за мной охотятся и тигр меня есть и животное а ты мне десять лет продали вон и орех дал там гость продали после этого человек 50 60 лет уже согнулся как обезьяна ходит вот так теперь у него и сохранилась это это низкая сказка 30 лет и лучший аппарат труд и болезни нужно научиться благодарить бога за болезни правильно болеть и правильно умирать я как только скажу о смерти вчера двумного завели когда я бригорь ты завещание дальше потерять и похоронили у нас и панихиды и дешевые там гроб отсюда то увезутся роза завернут какой-то палатку тебя на правах рекламу дать на правах рекламу надо добавить ну да да потерять это вообще дешево хоронить на море фига совершает батюшка там не платить ни за счет ребята выкопают яму в гроб сколотят а кто за могилой там ухаживать будет если мы обрастает на работе все нормально креста и она естественная практика возводишься за ухаживать надо почему за зажим ты не ухаживали ухаживать это за больным парень на девушке ухаживать явно что она не в своем уме и парализованной лежит не ухаживать она что помогала но вы знаете как сказано сказки-то говорится-то матери идут 3 на 3 женщины тащат на карамусе и вот один идет и поет руладу у него голос хороший а другой через голову переворачивается а третий подбежал нам дай взял и понес а старичок идет сзади а они обороты видел наших сыновей он на тебя только одного видел одного сына видела больше никого не видел вот и все эти сказки то они тоже счета напоминают научи его работать беречь себя улица для блога болезнь это естественная для нас изнашивается организм почему я должен думать что башмаки никогда мы не стоптаны спиридон он лежит в гробу и каждый год новые тапочки надевают а потом по туфлям разводят по храму не сообщают нам привезли одну один в стандарии спиридона все поклоняются и целуют его но через стекло каждый год его запечатают печатью никто не берет новые тапочки через год снимают полностью стерты это он хотел людям помогал ну скажу у секретов есть такая святость нет конечно расскажи как в афрунз это человек летал перечесть заходи сюда с остатками давай декорту живой еще меньше ну ка пойдет нет иди сюда и не очень охота чтобы она была здесь иди вот сюда рядышком ставим с этой девочкой мы сейчас молиться будем у меня самые маленькие стоят давайте молитесь достойно достойно истину блажить дитя богородицу блесно блаженную и пренепоручную и матерь бога нашего честнейшую херувим и славнейшую без сравнения с терафим без истинния бога слова рушую сущую благородицу тя величай отец наш небесный любящий создатель ради христа спасителя нашего прими нашу молитву мы пристали перед твоим величием чтобы восславить твою дивную милость к нам что все еще мирное время продолжается на земле за все тебе слава за слово твое оставлено для нас переведенный на понятный русский язык хвала тебе благослови патриарха и песка посещения как и пасту и всем дару и духовное рождение свыше и правители благослови и сохрани их от покушения на них и даруй мир израилю россии украине и сирии где война идет милости твоею доведи нас до желаемой пристани до царствия твоего и введем его на веки тебе божья слава за все отец сын и святой дух аминь и прими нашу молитву господи воздяни рук как жертву вечернюю благоухание приятно перед престолом благодати твой владыка и соедини нашу молитву с молитвом всех святых молящихся тебе на небе на земле услыши исполни молитву всех молящихся нас во благо нам и прими господи нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них хвала тебе и слава отец сын и святой дух аминь говори владыка слушает и дослышит раб твой аминь я вот разговаривал с людьми которые руки не поднимают когда почему ты руки не поднимаешь а почему я должен поднимать так это павел говорит я желаю чтобы мужи поднимали руки на всяком месте где бы ты ни был в комнате на улице без гнева и сомнения руки не поднимает тот кто все время где-то кипит и у него сомнения в священном писании вот вы все знаете где написано говорит мужья почему жены поднимают все житья наполнено этим когда жены поднимали руки так библию отнеси